Две премьеры подряд с разницей в 10 дней – это слишком для любого театра и для любого режиссёра. А если принять во внимание тот факт, что Малыша и Карлсона – худрук театра Александр Огарёв, его команда перенесли на сцену как раз за 10 дней, ты начинаешь верить в чудеса. Так, ну-ка, иди отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Ты посмотри, какие наглые вороны. Да, это он, тот самый умный, красивый, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Карлсон, придуманный Астрид Лингрен, уже более века развлекает детей всех возрастов в любой точке мира. Все знают, что этот швед с моторчиком на спине живёт на крыше, а значит, он ближе всех к небу. И для любого маленького человека он не кто иной, как ангел-хранитель. Так рассудил режиссёр Александр Огарёв и позволил ему не просто шалить, бунтовать против воспитания, стереотипов и прочих взрослых педагогик. Слыша наше отчаяние, слыша наш протест против мира и проводит по каким-то путям, в которых я хотел бы оказаться внутренне, душевно. Вот такое существо должно быть, такой ангел наш личный. Карлсон – наивное воплощение послушания наоборот. Когда большие были маленькими, они тоже не хотели идти в школу и притворялись самыми больными людьми в мире. Килограммами таскали шоколадные конфеты и печенье и бесконечно фантазировали. А если этого не было, выходит, не было и детства. Картины простодушного прошлого, как цветными мелками на стене рисуют видеопроекции. Художник спектакля Ирина Бринкус вывела на сцену много белого, чтобы каждую минуту можно было начать с чистого листа. Хотелось просто передать состояние детского конструктора, изменяющейся в пространстве вещи, какой-то лихой, быстрый. И чтобы можно было сыграть полеты, чердаки, которые есть в тексте пьесы. Выдвигающиеся платформы есть не что иное, как лестница. А кто в детстве не лазал по шведской стенке. Что еще шведского есть в этом спектакле, кроме автора, имен героев и, собственно, Карлсона. Есть еще шведский стол, но здесь он скорее предмет интерьера, а не способ подачи блюд. Есть еще абба. Без нее теперь и Швеция. Вроде как и не Швеция вовсе. Киля, давай сделаем мотосессию! На Инстаграм! Если бы эта история случилась в наше время, она была бы именно такой дерзкой, веселой и при этом по-западному прагматичной. За этой взрослой прагматичностью порой сложно увидеть детей, которые слишком рано становятся одинокими, потому что родители заняты своими делами. Именно поэтому дети придумывают Карлсона и мечтают о настоящей собаке. Она появляется на сцене в финале. Двухмесячный щенок Хаски, который только своим видом может переиграть всех актеров спектакля. Мы предусмотрительно вынесли их в финал. То есть они уже просто завершающий аккорд, завершающая точка спектакля. Поэтому, надеюсь, ожидание Хасок не переиграет. Теперь у помощника режиссера и всей труппы возникла дополнительная проблема. Щенки имеют обыкновение расти. А значит, со временем придется искать и нового малыша с ушами и хвостом. А вот Карлсон, он такой один. На все времена. Взрослым стоит просто прислушаться к себе и попробовать услышать ворчание моторчика. Он есть, он остался. Просто дядя и тетя про это забыли. Элеонора Лим, Алексей Егупов, Центр новостей.